И говоря о каждом базовом продукте, жира, белках, углеводах, мы должны помнить, что за скобками стоят необходимые витамины и минералы. Эти витамины и минералы должны получаться из пищи, но пищи такой нет, и поэтому нужно восполнять эти дефициты ежедневно приемом биологически активных добавок, грамотно подбираемых. А для того, чтобы грамотно самому подобрать биологически активные добавки, а не обсылаться на авторитет той или иной фирмы, компании, сейчас много новых компаний возникло, каждый кулик свое болото хвалит, нужно уметь разбираться в конкретных продуктах. То есть любую банку, которую вы берете, допустим, вы поворачиваете той стороной, где есть состав, и без этого никаких разговоров не может быть, чтобы вам не пели в уши. Наш продукт самый лучший, это каждая компания, а так говорят, продать надо. Вы поворачиваете к себе состав и смотрите, какие витамины входят, и вы знаете их синонимы, потому что может быть написано B1, а может быть написано тиамин. Тиамин с анионом, тиамин бромид, тиамин хлорид, тиамин нитрат. Нужно понимать, какая разница между ними, вот в этими названиями. Об это никто не смотрит. Дальше вы смотрите дозу, потому что есть таблицы, где можно посмотреть дозировку, и то в таблицах дозы тоже очень относительные. Часто устаревшие, я сейчас вам пример приведу, часто устаревшие, по принципу как бы с чего не вышло. Далее вы смотрите, входят ли минералы, какие, вы сами должны знать, какие должны входить и какие входят. Далее, какой форме минералы входят, какой форме, хилатная форма или какие-то неорганические соли очень дешевые, производителю это выгодно. Вот так. Далее вы смотрите, обходит ли, допустим, комплекс антиоксидантов. Это очень важно. Каких антиоксидантов мы сейчас с вами будем говорить, что это такое отдельно, чтобы отдельно поговорить об этом и так далее. То есть для того, чтобы выбрать компанию, где вы будете покупать, не обязательно одну. Нужно обязательно не ссылаться на их разговоры, на их рекомендации, их рекламу, а самому посмотреть состав. В широком смысле слова. В нашем курсе, который мы считаем почти 80 часов курс, этому мы учим. И без этого все остальные разговоры впустую. Поэтому не надо спрашивать, какую посоветуете компанию. Я не буду на эти вопросы отвечать. Знаете почему? Для того, чтобы не создавать проблему конкуренции. А кого-то назвал, кого-то не назвал. Даже то, что я сам разрабатываю. Я для одной компании за время работы разработал почти 40 продуктов очень сложного состава. И то я не называю, умышленно не называю. А требование такое. Вы поворачиваете баночку к себе той стороной, где состав написан. И, имея подготовку соответствующую, которую мы даем, в частности, сами оцениваете, подойдет вам этот продукт или нет. И вот это есть тот уровень, к которому мы стремимся. А не разговоры по поводу авторитета. Вот компания на рынке уже там 100 лет так часто тоже говорят. Понимаете, это все может быть и хорошо, но это не показатель. Продолжение следует...